Добрые дела своими руками. Первоуральцы создали благотворительный проект, где помогают детям, которые нуждаются в укреплении здоровья. На безвозмездной основе им проводят сеансы лечебного массажа. Подробности у Виталия Мотина. Если у ребенка гипертонус мышечный, мы используем мягкую технику работы, то есть легкими, медленными, слегка надавливающими движениями. А для полуторагодовалого Ромы нужна обратная методика. Активные движения и похлапывания, чтобы стимулировать мышцы. У малыша врожденный гипотонус, задержка моторного развития. Массаж в этом случае лучшая помощь, уверена мама мальчика. Ребенок не ходил и с помощью массажа мы только пошли. В нашем случае массаж очень важен. Важен он на протяжении еще наверняка долгих лет. А в том случае то, что это можно сделать бесплатно, я думаю это очень круто, потому что массаж это дорогое удовольствие. В рамках благотворительного проекта, который создали в одном из массажных салонов Первоуральска на безвозмездной основе, можно пройти не один и не два сеанса оздоровительной процедуры, а целый курс. Получать услугу бесплатно могут дети из социально незащищенных семей, дети с инвалидностью и дети участников специальной военной операции. Мы очень хотим, чтобы в наш проект привлекались и другие компании города, чтобы мы еще больше осчастливили детей, которые в этом нуждаются. И мы очень гордимся, что этот проект есть и что нам родители доверяют самое дорогое – это здоровье своих детей. Проект запустили в прошлом году. За это время полный курс массажа уже прошли более 20 детей. На очереди еще 10 юных клиентов. Инна Ткаченко привела на процедуры дочь Ксению. Девочка – четвертый ребенок в семье. У нас варгусное искривление ног и плюс одна нога короче другой. Из-за этого мы обратились в этот центр. Нам, как многодетной семье, мобилизованного, знаете, дорого делать платный массаж, потому что курс очень дорогой. И возможность такая выпала. Это очень замечательно. Не так давно у проекта появились свои спонсоры из числа неравнодушных горожан. Первоуральцы переводят деньги, на которые в дальнейшем и проводят бесплатные курсы массажа для нуждающихся. Поэтому создатели проекта уверены, что смогут помочь еще не одному маленькому пациенту. Виталий Мотин, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.